Здравствуйте! Представляю вашему вниманию очередной небольшой обзор монет, приобретенных мной для пополнения собственной коллекции. Последнее время мы с вами как-то более сосредоточились на банкнотах. Тем не менее, кроме банкнот, я также и коллекцию монет пополнял, поэтому накопилось их довольно приличное количество. Я думаю, что как-то мы будем пробовать чередовать обзоры на пополнение коллекции монет и коллекции банкнот. Также в очередной раз хочу сделать небольшое отступление и сказать, что в связи с непонятной ситуацией, происходящей на данный момент с ютубом, мои видео, кроме ютуба, выходят также на моем канале на Дзене. Ссылка на канал есть в описании моего ютуб канала, поэтому, кому интересно, подписывайтесь, смотрите, буду очень рад и признателен. Ну а теперь перейдем к монетам. Начнем видео с двух таких вот монет Багамских островов, достоинством в 10 центов 1975 и 1985 годов выпуска. Хочу напомнить, что Багамские острова или Содружество Багамских островов – это государство, расположенное на одноименном архипелаге, который находится севернее Кубы и юго-восточнее полуострова Флориды. Багамские острова – это бывшая британская колония, получившая независимость в 1973 году. Денежной единицей Багамских островов является Багамский доллар. Монета имеет такую довольно интересную форму. На аверсах обеих монет изображен государственный герб Багамских островов. Ну а на реверсах изображены такие вот рыбы. Данная рыба называется Альбула или Белая лисица – это вид рыб семейства Альбуловых, широко распространенный в тропических и субтропических морях. Далее, монета Барбадоса, 1984 года выпуска, достоинство в 10 центов. Напомню, что Барбадос – это островное государство в Вест-Индии, расположенное на востоке Карибского моря, относительно недалеко от южноамериканского континента, примерно в 434,5 километрах на северо-восток от Венесуэлы. Барбадос – это также бывшая британская колония, получившая независимость в 1966 году. Денежной единицей Барбадоса является Барбадосский доллар. 30 ноября 2021 года Барбадос формально отменил монархию, закрепив власть за президентом страны, хотя Барбадос так и остался членом Содружества наций. На аверсе изображен герб Барбадоса, ну а на реверсе изображена так называемая ацтекская чайка или смеющаяся чайка, хотя, как я в одном из предыдущих видео говорил, официальный сайт Центрального банка Барбадоса опровергает информацию о том, что это чайка и утверждает, что это крачка, хотя та же нуниста говорит, что крачка обладает раздвоенным хвостом и все-таки на монете изображена чайка. Далее, также две барбадосских монеты, также достоинство в 10 центов, но 2009 и 2012 году выпуска. Дизайном данные монеты практически ничем не отличаются от предыдущей рассмотренной нами монеты. Единственное, что монетка вот эта от чеканина из медно-никелевого сплава, а две монеты 2009 и 2012 годов выпуска от чеканины из стали покрытой никелем. Далее, три однодолларовых монеты Барбадоса 1988, 1998 и 2005 годов выпуска. Довольно примечательно в данных монетах то, что данный тип монет как раз и выпускался с 1988 по 2005 годы. На аверсе монет изображен государственный герб Барбадоса. Монеты имеют форму семиугольника, так называемого многоугольника Реоло. Это многоугольник, имеющий слегка скругленные грани. Ну, а на реверсах всех монет изображена летучая рыба. Такое семейство морских рыб от ряда сорганообразных, в состав которых включается более 60 видов. Отличительной особенностью данных рыб являются их необычно большие грудные плавники, позволяющие данным видам рыб выпрыгивать из воды и осуществлять непродолжительный планирующий полет. Далее, монета Бермудских островов достоинством в 5 центов 1999 года выпуска. Хочу напомнить, что Бермудские острова – это заморская территория Великобритании, которая расположена в северо-западной части Атлантического океана, в 900 километрах от побережья Северной Америки. Также хочу сказать, что заморская территория Великобритании – это территория, которая находится под британским суверенитетом, но частью Великобритании не является. Денежной единицей Бермудских островов является Бермудский доллар. На аверсе монеты изображен профиль британской королевы Елизаветы II, правившей с 1952 по 2022 годы, так называемый четвертый портрет. Ну а на реверсе изображена рыба, которая называется ангел-королева, или зеленая изобелита, или зеленая качама, или полулунный галакант. Морская тропическая рыба из семейства рыб-ангелов, довольно распространенная в тропической области Западной Атлантики. Данный тип монет мы с вами неоднократно также рассматривали. Далее, также монета Бермудских островов, 1981 года выпуска, достоинством в 10 центов. На аверсе монеты изображен так называемый второй портрет Елизаветы II, ну а на реверсе изображены так называемые бермудские лилии. Далее, три монеты Бермудских островов, достоинством в 25 центов 2005, 2008 и 2009 годов выпуска. На аверсах также расположен профиль королевы Елизаветы II, так называемый четвертый портрет. Ну а на реверсах монет изображена птица, которая называется белохвостый фаэтон. Фаэтон. Это самый маленький вид фаэтонов, распространенный в субтропических и тропических широтах. Большую часть жизни данный вид птиц проводят в океане, возвращаясь на сушу только для размножения. Ну и наконец, монета Тринидада и Тобаго 2012 года выпуска, достоинством в 5 центов. Данный тип монет мы с вами неоднократно рассматривали, но все равно в очередной раз напомню, что Тринидад и Тобаго или Республика Тринидад и Тобаго это островное государство, расположенное в южной части Карибского моря, недалеко от побережья Венесуэлы и состоит оно из двух крупных островов Тринидада и Тобаго, а также большого количества более мелких островов. Также Тринидад и Тобаго являлся бывшей британской колонией до 1962 года. На аверсе монеты изображен государственный герб Тринидада и Тобаго, ну а на реверсе изображена большая райская птица. В предыдущих видео я неоднократно говорил, почему данная птица изображена на реверсе монеты Тринидада и Тобаго, но хотя она не является эндемиком данной территории, в начале 20 века были попытки интродуцировать ее на остров Литл Тобаго, которые по всей видимости закончились все-таки неудачно. Ну а родиной данных птиц все-таки является остров Новая Гвинея, а также острова Ару, входящие в состав Индонезии и расположенные примерно в 150 километрах к югу от Новой Гвинеи. Вот такие вот монеты были приобретены мной для пополнения собственной коллекции. И в комментариях просьба указывать, что в данном видео понравилось, что не понравилось и было ли видео для вас интересным вообще. Ну а я всем желаю удачи в пополнении коллекции. Собственную коллекцию я также буду пополнять по мере сил, возможностей. Самое главное наличие свободного времени. Ну и по традиции до новых встреч!